Доброго времени суток! Я на выставке подбитой российской техники на территории Украины. Be brave like Ukraine. Будь храбрым таким, как украинец. Как Украина. Украина страна. Как украинец, настоящий украинец, это храбрый. Украина единственная страна, которая дала отпор на постсоветском пространстве Путину. Кремлю, русской идеей всемирного господства. И вот что, пусть кто смотрит меня, знакомые и незнакомые, во что превращается вот эта идея имперского величия. И вот тут вот люди смотрят, чехи, украинцы, люди других национальностей. Смешанное чувство, с одной стороны гордость за Украину. А с другой стороны, такое неприятное ощущение смерти. Ведь до того, как ракета или снаряд попал вот в эту технику, там были люди. Вы видите, да, это БМП. Там, где я снимал, там сидели люди, сколько их было, 10-20 человек. Это вот на САУ похоже. Тут есть описание техники. Можете на паузу потом включить, посмотреть. Вот оно оно, величие. Вот оно, фу, очко. Вот здесь вот сидели ублюдки, которые ехали убивать ни в чем невинных граждан. А, это САУ. Вот, было таким. Стало вот таким. Русские, кто меня смотрит, нравятся, он такой величие. Почти 40 тысяч убитых. Это только официально. Ушу им, шумай! Вот он, БУК, который сбил Боинг в небе над Украиной в 2014 году. Я прошу прощения, если меня плохо слышно тут. Близко к динамику подошел. Тут по-другому нельзя. Вот, пожалуйста. Помогайте Украине. Вот оно оно. Вот, во что оно превратилось. Я надеюсь, как такой бум в горле. Трудно говорить. А вот он, русский танк, про который я постоянно говорю. Вот он. Который, говорю, это Слава. Ну, там, Слава Перуну, что этот танк такой вот здесь. Такие вот, засмеющиеся русскими солдатами, пьяные, блядь, которые... Который, по-другому они не могут делать. Т-90, один из новейших танков России. Вот. Трудко сидела там. По-другому нельзя сказать. Вот, посмотрите. Еще раз повторюсь. Это все идея мирового господства. Идея величия. В 40-х годах кто-то не понял, в 1940-х, что это может привести. И вот сейчас, уже в 21-м столетии, приходится понимать всем нам, что надо стремиться к прогрессу. Иначе будем постоянно наступать на нового Гитлера, на нового Путлера. Вот оно, оно. Вот это вот. Призвано убивать украинцев. Потом на очереди поляки и остальные нации. Помогайте Украине. Прям вот так вот в интернете набирайте помощь ВСУ, помощь вооруженным силам Украины, чтобы вот это вот не приехало к вам. Вот оно, видите, даже тут фельдер вот остался. Думайте головой, когда живете. Потому что, если не будете думать, вот то, что я всегда проповедую, пропагандирую, свобода мысли, свобода слова, свобода передвижения, свобода действий. На этих принципах должно вырабатываться политические решения. И оно должно служить экономическому процветанию. Если же люди не задумываются о том, кто ими управляет, они становятся либо жертвами, либо соучастниками. Но даже соучастник потом тоже становится жертвой. так сказать, такой вот кровожадной политики. Суть проста. Изучайте мир, в котором живете. Любите Украину, даже если вы не украинец. И будьте все добры. вот еще, как видите, вернулся, пройти еще, посмотреть, показать, заснять. В общем, еще раз говорю, я вот говорил, что несмотря ни на что Россия будет уничтожена, вот это тут часть России, она уничтожена. вот она. Так вот придет, скоро придет момент, когда вся Россия будет уничтожена.